перед тем как набивать тело мы вот так должны будем ну приблизительно вот так измерить где-то вот так получается тоже проволоку вот я вставляю но проволоку вот у меня алюминиевая такая же то что в крыльях использовали я ее с два раза вот так сгибаю и измеряю поменьше также когда отрезаю я я также край вот этот вот обрабатываю или ликопластырем можно таким вот который катушечный я вот такие вот вот я уже сделала у меня еще оказались купленные нитки ни для чего не пригодились как по елку вязала на новый год и такие вот и как бы снег делала из них так вот они долго пролежали и очень оказалось хорошо обмотала ими вот такой вот алюминиевую проволоку это мы будем делать подвижный хвост соответственно это вставится вот так вот в тело когда будем набивать так для того чтобы набивать мы возьмем так приготовим наполнитель флофайбер кого что синтепух начинаем потихонечку с телом тоже придется немножко повозиться так немножко сначала дополнительно в хвост здесь тоже у меня есть немножко можно взять также ну вот ножницами я делаю можно также взять палочку палочку для суши вот и вот этим концом тоже можно проталкивать сюда вот холопайбер дальше самый кончик я его подтягиваю с помощью крючка вот так вот самый кончик вот так вот с помощью крючка распределяем флофайбер потому что туда проволочка у нас не влезет там должен быть наполнитель далее вставляю в руку и начинаем набивать тело я набиваю понемножку можно набивать палочкой вот так вот набиваете палочка никак не хочет ладно будем убивать ножницы так и вот здесь вот так вот в процессе набивания смотрим тоже и распределяем так же заводим крючок и распределяем холофайбер всему хвостику так вот трогаем на ощупь смотрим где у нас не хватает холофайбера туда его и подтягиваем и и и и и и и и стараемся вокруг стержня того который мы сюда у нас в теле находится для гибкости хвоста тоже набивать и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, давайте вот так вот этот выведем на эту сторону ниточку от одного плавничка Субтитры сделал DimaTorzok чтобы зафиксировать лечке так в эту же петельку заводим и вводим здесь ниточку получается что мы пришиваем плавнички ниточками друг друга пришиваем так выводим ниточку внизу оставляем берем ниточку второго полничка надеваем в околку и пришиваем второй плавничок так мне вот удобнее будет пришивать с той стороны плавничок поэтому я завожу нитку провожу внутри хвостика и вывожу в конце плавничка можно вынуть иголочки и пришиваем вот так вот выднем чтобы было удобнее и Субтитры сделал DimaTorzok Вот так пришили плывничок И выводим ту петельку, где вывели первый плывничок Добавляем петельку Добавляем петельку Подрезаем Полничок Спойлер Можно сказать В принципе отвечающий за равновесие Мы пришили Дальше пришиваю плывнички Те которые на хвост Пришить можете их В принципе как угодно Любой стороной Я буду пришивать Вот так Можно вот так пришить Тоже будет интересно Очень даже Вот так кстати тоже Даже выбрать я не могу Как я пришью Как вы считаете Как лучше Скажите Я конечно уже на эту фурию пришью А на следующую фурию А на следующую фурию Хотелось бы узнать ваше мнение Как вы считаете Как было бы лучше пришить Так Надо тоже сколоть Скорее всего Так Давайте сколем Приблизительно Чтобы посмотреть Чтобы равномерно получилось Все таки вот так Вот в этом мы все девочки Не знаем даже как лучше Каждый раз по новому все Это конечно не очень удобно сколоть Что так Потому что приблизительно Хотя бы понимали Где у нас что будет находиться Вот так вот Один долничок Здесь мы Вот так вот Вот так я думаю будет Более менее равномерно Вот так я думаю будет Более менее равномерно Симпатично Очень дальше Попробуем Зашиваем Как обычно я делаю Ниточку от одного полничка Протягиваем В сторону другого полничка Протягиваем В сторону другого полничка Соответственно Вот так мы зафиксируем И пришиваем И пришиваем Симпатично 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 Вот так Выведем Симпатично 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 Втягиваем нитку В иголку И пришиваем Я уже Провязываю Все Совсем заговорилось Так Пришиваем Вот так Вот так Второй пловячок. Так, выводим в ту же дырочку, куда вывели первую миску. Солнечки у нас все пришиты. Вот так вот получается пришитые. Видно. Хвостик соответственно никуда не делся. Так, чтобы все равномерно было. Так, далее будем скалывать ножки. Берем ножки-лапки. Уже готовы. Мы с вами все подготовили. Сделали ноготочки, сделали пловнички на ножки и скалываем. Берем ножку. Сейчас будем пробовать, где нам больше понравятся ножки. Сначала скалываем вот так вот две задние ножки. Просто разберемся сначала с ними. В принципе, они одинаковые, конечно, что задние, что передние. Просто я имею ввиду сзади. Так, равномерно, если мы здесь, вот это, значит, порядок вот сюда получается. Потому что ножка набита, она плотновата. Иголочки выскакивают. Поэтому скалываем вот так, поболее. Так, смотрим ножки, 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 лапки. Вот так вот. Вот так получается. Ну, я думаю, неплохо, я считаю. Начинаем пришивать. Ножки я точно так же скрещиваю, чтобы можно было фиксировать хотя бы немножко нитками. Точно так же я для удобства. Скрещиваю нитки. Немножко фиксируется. И тогда просто удобнее будет пришивать. Начинаем пришивать. Субтитры создавал DimaTorzok Ножки я пришиваю по кругу. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Также вывожу нитку от ножки пришитой, ну где-то на Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так, выводим вторую литочку тоже Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вот так вот получается, это нижняя часть, теперь скалываем. Посмотрим, вот это вот здесь, сейчас мы попробуем, сейчас мы сколем и все посмотрим. Так смотрим, ну вроде бы как бы все меня устраивает. Все то же самое делаем, нужно даже вот так вот крестить. Потому что здесь такая часть не очень удобно пришивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Починаем пришивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok потому что потом голову мы уже не сможем, точнее мы сможем все что угодно даже распустить, но это будет очень сложно. Так, мы лицо попозже поправим, потому что мы еще его помнем, пока будем пришивать, берем нитку, на нитку не поскупилось прям, длинную взяла, не очень удобно конечно, наверное не будет. Субтитры сделал DimaTorzok Не забываем, что шейку нам нужно будет до набивать еще, потому что у нас немножко осталось пространство, так было неудобно. Так что до конца мы не зашиваем, мы немножко будем все то набивать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я прям дырочку поставила, но в принципе нам много не надо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 шейку мы пришили, головку точнее к шейке, дальше у нас практически все готово, убираем берем крылышки так получается наша девочка красотка голову поправим, вообще все расправим, когда будет готов, потому что мы еще ее помнем, пришиваем крылья крылышки на самом деле есть очень большое множество вариантов как пришивать я пришиваю вот так, для девочки, мне так больше не нравится, берем иголочки, скалываем сначала вы можете пришивать крылышки как вам больше нравится, на самом деле очень вообще много вариантов, как можно их пришить я уже приготовил, все готово, я вот так делаю так скололи проверяем все ли нас устраивает у меня все устраивает сшиваем у меня все устраивает 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь вам видно Дневная фурия у нас получилась Надеюсь у вас тоже получилось Отдельный привет еще Светлане Репиной Даем без зубиков вместе Светлане Так что вяжите на здоровье Вот так вот Все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok